Всем привет, дорогие друзья! С вами Антоний Кавони, канал Кавони Геймс. И сегодня у нас с вами новая рубрика, о которой я очень долго шёл. Это может показаться очень странным, но я очень долгое время как-то стеснялся вообще-то рассказывать о своей музыке, показывать её и всё такое прочее. То есть у меня выходили на канале всякие макинкоффы, более или менее. Но так или иначе, как-то очень серьёзно к этому не подходил. А вот сейчас я решил открыть такую рубрику, где я буду... Ну, я взял список, грубо говоря, из десяти песен. Вот первых, которые я хотел бы вам показать, о которых хотел бы рассказать. То есть те, кто эти песни знают, кайфанут, я думаю, от того, что будет какая-то вообще аналитика. Хотя есть книга, которую я написал, называется «Из крови звёзд», где есть анализ альбомов вплоть до «Full of Dreams and Changes». Вот. Я не стал перечитывать то, что я писал шесть лет назад по поводу этих песен. Вообще разных песен, разных альбомов. То есть я буду анализировать и вспоминать всё вместе, скажем так, вместе с тобой, вместе с вами. Вот. И посмотрим, что из этого получится. Плюс я, по крайней мере, со своей музыкой могу нормально куски какие-то брать и показывать, и рассказывать. И никто меня не заблокирует за нарушение авторских прав, что очень хорошо. Вот. Конечно, с точки зрения музыкального канала, я понимаю, что многим хочется смотреть обзоры про те группы, которые им нравятся. Но я никогда не хотел быть каналом, который будет посвящён только чужой музыке или обзорам, или чему-то, что может набирать, там, не знаю, больше всего просмотров и всякое такое. Мне хочется рассказывать о хорошей музыке. Даже, может быть, что-то прикольное показывать. И какие-то рубрики прикольные тоже делать. Мне хочется рассказывать о том, как музыка создаётся, ну, в моём понимании. И всякое такое. То есть, в любом случае, это и про мою музыку, и не про моё. Но я всегда буду стараться так или иначе что-то позитивное делать. Вот. Мне хочется и новый горизонт какие-то открывать и для себя, и для вас. Вот. И популярные брать вещи, непопулярные. Ну, и не забывать про то, что, вообще-то, я сам произвожу и производил очень много музыки, очень много альбомов уже вышло. Поэтому я уже не могу о ней не говорить. Это неправильно, и надо прекратить стесняться, переживать за это. И не бояться её показывать и о ней рассказывать. Вот сегодня я выбрал альбом Via The Stars. Он первая песенная альбом. У меня ещё есть план, чтобы я ничего не забыл. Да, этот альбом мы делали вместе с моими друзьями в 2017 году. Мы начали его делать осенью и сделали за две недели. То есть, всё было написано за две недели, все песни. Вот. Какую-то лирику я написал за несколько месяцев до создания. Не знал, что... не знал, что как что получится. Вот. Но, в общем и целом, всё было написано примерно за две недели. Потом начался долгий процесс обучения у меня сведению и вот этому всему. То есть, продакшену, скажем так. Поэтому у меня после этого наступил долгий период, такой тяжёлый, когда я всё это сводил, монтировал и колупался с этим всем. Вот. Но, тем не менее, вроде получилось неплохо. Не ставилось никаких целей, никаких задач. То есть, все песни, ну, имею в виду, сами аранжировки написаны мной. Тексты написаны почти все мной. Вот ещё моя подруга Руби. Если ты смотришь «Привет», она очень любит эту песню. Помогала с текстами к этому альбому. Вот. Но конкретно эта песня написана мной. Имею в виду и текст, и всё остальное вообще всё вместе взятое. Поэтому у меня очень, в принципе, тёплые воспоминания по альбому «Be A The Stars». Он очень атмосферный, невероятно искренний. И создавался, скажем так, на полном таком музыкальном подъёме. То есть, это прям связь с космосом была прямая, блин. Поэтому, конечно, это такая знаковая история. Я очень люблю всё переслушивать, пересматривать. Замечательно было время. И я очень рад, что удалось зафиксировать. Даже несколько клипов снять, хотя это тоже было непросто. Но, тем не менее, сегодня я выбрал песню «На-Наим». Потому что эта песня не первая далеко была написана. Она где-то, наверное, седьмая была написана. Где-то так, с точки зрения хронологии событий. То есть, мы уже начали создавать альбом. Уже были написаны песни «Be A The Stars». Потому что она, в принципе, была первой, насколько я помню. Или, по крайней мере, она одна из первых. Вот. И в этой песне я начал щупать, скажем так, самого... Нащупывать свой стиль. Ещё более так... Более глубоко, скажем так. Все песни написаны мной там быстро и искренне и так далее, и так далее. Но к этой песне у меня было, скажем так, немножко особое внимание в какой-то определённый момент времени. Потому что, во-первых, одному из товарищей в тот момент по группе, скажем так, не понравилась сама идея её. То есть, он сказал, что какие-то цыганские напевы непонятные. И мне как-то совсем сильно захотелось её сделать именно потому, что моё видение и то, как я её слышал в своей голове, оно мне очень нравилось. И то, что она написана на одном аккорде, по сути, Си минор, ну, БМ, мне ещё придало какой-то энергии. Потому что мне захотелось сделать акцент на атмосферу, на лирику, на вокальную подачу. И сделать всё ровно так, как я считал нужным к этой песне. Хотя, в общем-то, что я говорю, ко всем остальным песням всё было применено. Та же самая тактика, блин. Она просто отсутствовала. Мне трудно вспоминать, честно говоря, как именно всё это пишется, потому что пишется мной всё быстро. И очень трудно скукожить в одном видео весь свой опыт создания каких-то песен. И альбомов. Тут уже непонятно, то ли про альбом надо весь рассказывать, то ли конкретно про песню. Одно другое очень трудно отделять. Но, тем не менее. Короче говоря, прям я очень загорелся. Опять-таки, я и до этого загорался. Я и так горел. В общем, мне очень понравилась сама идея песни. Потому что предыдущие треки, вот предыдущие песни, все до No Name, они были написаны до начала создания альбома. Текст к Follow уже был у меня. К Via the Stars он у меня уже был. Call the Storm у меня уже был. Он был, этот текст. Потому что я его написал в Греции на Крите. Вот. Как и Every Old Skin я тоже написал там. Вот. Именно с точки зрения именно лирики. А вот No Name прям был, вот он он, вот в этот вот момент. Я еще в тот момент смотрел Twin Peaks. Первый, второй сезон. Какой конкретный сезон, я уже не помню. Вот. И еще играл в Planescape Torment. И, соответственно, это все очень сильно повлияло на сам текст песни. И на то, как она звучит, я думаю. И на Message этой песни тоже это повлияло. Twin Peaks не сильно. Потому что, наверное, скорее даже как-то атмосферно он меня вогнал вот в это вот все. Своя атмосфера, я думаю. Но основной удар такой сделал Planescape Torment именно игра. Потому что, я думаю, это она виновата в этом всем. И я помню, что текст я написал в ванне. То есть я лежал в ванне и написал прям, ну, очень быстро. Я все тексты пишу очень быстро. Там, за пару минут. То есть просто беру и пишу. И все. А потом, если что, я редактирую немного уже, чтобы это все положилось на музыку. По-человечески. Ну, для того, чтобы нормально обсудить, что там было, о чем вообще песня, давайте мы ее сначала послушаем все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 В игре Planescape Torment ты просыпаешься и твой персонаж просыпается в мертвуаре, и он не помнит, кто он. Он просыпается в морге, короче говоря, и совершенно не помнит, кто он, что произошло и что случилось. И, соответственно, у него нет имени. Он безымянный. Вот. И вот эта попытка обрести себя, она проходит сквозь, в принципе, всю игру. Обретение себя самого. И помимо этого я очень много сам по себе думал о имени как таковом. То есть, потом отсылка к этому будет в песне, к примеру, The Time Is Not Real у меня, и еще в нескольких песен я буду упоминать про свое собственное имя, потому что меня интересовало, например, я там родился, мне дали имя, но оно, по сути, это не мое. То есть, сама идея в том, что мне кажется, что гораздо важнее то, как люди себя сами строят, а не то, кем им как бы, кем им заставляют быть. Это вот очень важный момент. То есть, то, что мне, не знаю, это родился, его назвали Антон, и сказали, что это там сделали, или попросили быть таким-то, или сделать вот это, или пойти работать туда-то, или учиться надо там-то. Все вот эти вот вещи, по сути, это же не мы, потому что до тех пор, пока это не становится нашим собственным выбором, то, получается, это не мы сами, в общем-то. И сложные философские идеи сейчас, конечно, пошли, но, тем не менее, с именем я очень много вот и об этом тоже думал, как бы я сам себя хотел бы назвать. и из-за этого мне нравятся, в принципе, псевдонимы, вот, и свой псевдоним, там, Кавони, я сделал, Антоник Кавони, я собрал из своей собственной фамилии, и как Том Редл, там, Волан-де-Морт, я просто перемешал буквы местами, и получилось Кавони, потому что мне вот хотелось самому себя, самого себя, как это назвать, иначе, чтобы это был мой выбор. Вот, потом, конечно, у меня еще в Time is not real особенно появляется идея обретения собственного я, скажем так, но сейчас я, наверное, не хочу об этом говорить, лучше мы к этому придем, когда будем обсуждать эту песню, потому что это уже отсылки такие получаются. А здесь конкретно про то, что вот ты никто, да, у тебя нет имени, и как тогда тебя называть, как тебе тогда обращаться, и кто ты вообще есть, и скорее всего получается, что ты никто. То есть логика в том, что пока ты сам не выберешь свой путь, ты по сути нонаим, то есть ты никто. Ты можешь быть хоть там с точки зрения какой-то социальной истории, так я могу ходить президентом, но для меня гораздо важнее все-таки не такие вот социальные какие-то устрои, где тебе говорят, куда ты должен идти, что ты должен делать, и все такое прочее, до тех пор, пока ты сам себя не осознаешь, что как бы ты для меня, ну, для меня, как для лирического героя, получается, ты нонаим. Вот. То есть не имеющий имени. Не то, что анонимус там какой-то, но хотя, не знаю, может быть, это тоже имеет отношение к этому. Вот. Плюс есть еще в тексте, конечно, есть вещи, потому что там в Плэнтске и Птормот там тоже есть любовная линия, и я здесь чисто уже свои какие-то эмоции тоже впендеривал, то есть я когда-то был кем-то, то каждый раз ты разрушаешь меня, то есть это я про то, что другие люди могут мешать вот этому восстановлению самого себя, потому что многие люди просто-напросто тобой могут манипулировать, даже если это близкие люди, даже если это родные люди. они могут мешать тебе быть собой. По сути. Вот. Беру перо, где разрезаю себе сердце, делаю, да, вот эти вот, продолжаю делать себе больно этим, продолжаю делать себя больно тем, что не смог сказать этим людям то, что хотел сказать. Это вообще свойственно именно моей психике, моему характеру, потому что я крайне неконфликтный человек, и те вещи, которые я насказывал в жизни, в итоге сделали мне очень больно в определенный момент времени, ни один раз, ни два. Вот, сонные кошки, то есть sleeping cats, там, и прочее, и monsters, это уже такая определенная мифология, потому что сама и музыка потом тоже стала после текста такой более мифологической, более такой мистической, даже даже мифологической, мистической, поэтому монстры, sleeping cats, и все вот эти зеленые глаза, это такие тоже мистические вещи, которые мне понравились. И вообще я здесь еще использую слово демоны, что не свойственно мне, вообще ангелы, демоны, вся эта тема, потому что я человек нерелигиозный, но мистика такая определенная здесь, мне очень нравится. демоны начинают петь песню, потому что ты себя так и не нашел, и вот тогда получается, что демоны побеждают. Такая тоже мистическая хреновина. Мое сердце разбитая дверь, то есть люди входят, выходят, и в итоге ее просто разрушают, как твое сердце, так и вход туда. То есть здесь, я думаю, более-менее понятно. и в принципе по тексту более-менее все, я же все по тексту сказал, что хотел, про значения ими, про текст, да, про цыганское пискало, да, теперь про самоаранжировку надо поговорить. Вот, я еще потом может посмотрю, что я на самом деле писал, потому что я более глубоко описывал все в книжке, прям анализировал, прям все и дел свои же собственные творения. Ну вот, по аранжировке мне очень нравится вот этот звук. Это гитара Ibanez, моя старенькая, на которой был положен эффект с очень большой реверберацией, ну, короче, я положил очень большую реверберацию плюс сделать дилей. Такой тоже неслабый, за счет чего эта гитара звучит, как будто 12-ти струнка. И вот этот, вообще вот это звучание, я люблю повторять, оно такое, это моя тема, мне это нравится. Вот эти ударные я взял, по-моему, где-то из бесплатных лупов там, в лоджике, потому что все это писал, сводился в лоджике. клавиши, клавиши, в принципе, в этом альбоме играют большую роль, потому что мы поставили клавиши, синтезатор мой, кейзи, у друга прям сделали мини-студио, и вот я на ней многие треки написал тоже, и песни, соответственно. Плюс мы взяли бас у подруги Арчи, ну, Арчи, кто на гитаре играл в этом альбоме, ну, не везде, но в общем и целом, и на живых выступлениях мы вместе потом много играли. Вот, он попросил бас у своей подруги, поэтому бас был какой-то, там, не знаю, из МВидео за пять тысяч, вот, но я сделал насколько мог таким жирным, чтобы прям забетонировать звук, у меня дусь и низкие частоты, потому что мне очень нравилась комбинация вот этой вот мистической такой гитары и прям плотного баса. Да, его хорошо слышали. Вот, и, соответственно, прям вот фишка, которая мне нравилась и в тот момент до сих пор она мне нравится. В Logic есть оркестровая библиотека, то есть с оркестровыми, скажем так, звуками, с оркестровыми синтезаторами, вот, короче, синтетический оркестр, вот, и там есть эти ударные, которые как военные, типа того, я даже не знаю, как они, честно говоря, называются, вот, и я это неоднократно использовал в своих треках и здесь это подошло прям под вот эту ритмику. Идеально. Плюс я добавил скрипки, тоже оркестровые, тоже, которые должны просто забивать, и потом, ну, вот эти вот частоты уже средние, и потом идут выше-выше, набирая, скажем так, драматику происходящих событий, и плюс еще ударные, которые бьют по снейру, и дополнительный кик. То есть обычный драймер я использовал тоже из лоджика, до сих пор помню, это рутс, категория ударных звук рутс, потому что мне прям он очень нравился, и он, как мне казалось, это все подходит друг к другу. Да, ну и припев, припев очень эмоциональный, ягинот декору, и декорál idée Ge opin pelou повсюду cloud зак bust , Да, здесь я использовал скрипки, которые играют в стакката, потому что мне нужно было прям отбивать вот эту ритмику, и это прям бьет как будто перо по сердцу, вот это вот, мне очень нравилось это сочетание. Ну и соответственно гитара начинает, если до этого она играла перебор, то здесь уже начинается риф, скажем так, и вообще бой гитарный, это аккорд си минор. Бедный. И в конце я добавлю еще трубы. Здесь хор. И труба. Да, и трубы я тоже люблю использовать для увеличения драматики. И в целом вокал, я вот не помню сколько дорожек я клал на, когда записывал именно хор, вот этот. Не помню. Помню, что я менял голос специально, чтобы разная тембровая краска была. Вот, ну, я делал низко, делал высоко, делал по-разному, вот, и я вот эти все сочетания тембровые, я меняю голос, там делаю еще что-то, и в итоге пою таким образом все дорожки, чтобы получалось как будто разные голоса. Вот, на треке The Last Case мы использовали хор не только мой, там пели все участники группы практически, вот, и получилось тоже очень круто. Ну, в данном ими прям это чисто многоголосие из моего одного голоса сделаны. Вот, ну, такой трек, очень атмосферный, очень важный, глубокий. Я, конечно, сейчас не очень много всего рассказал, потому что я пока не прям супер уверен во всем этом процессе. Вот, потому что это не самая простая задача. Раскрывать все эти, все эти штуки, но мне хочется, чтобы эти песни любили так же, как я их люблю, потому что они невероятно атмосферные и сделаны действительно с душой. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то пишите свое мнение в комментариях. Послушать этот трек можно на любых стриминговых площадках, там, Spotify, Apple Music, Яндекс, где угодно, это везде доступно. Вот, и подписывайтесь на мой телеграм-канал, там очень много тоже искренних и откровенных вещей. Не безинтересно, скажем так. Вот, с вами был Антоний Кавони, пока. Субтитры сделал DimaTorzok